На следующий герой тоже полон энергии заряжает ей подписчиков своего аккаунта в фейсбуке. Ануча Сейнчарк из Таиланда делает бюджетный косплей, который завоевывает сердца поклонников по всему миру. В его исполнении столько персонажей, что не сосчитается от героев аниме и Диснея до известных лиц из различных блокбастеров. Для создания образов он использует все, что окажется под рукой. Ленту, муку, маркеры, краску, кота и, конечно, полотенце. Красавчик. Да, вот смотрю я на него и думаю, вот все-таки какая удобная эта вещь, вот это полотенце. Хочешь, вытирайся, хочешь, образ создавай, хочешь, малышей носи. Малышей-то о чем? О том же, о чем нам сейчас расскажет наша мама в деле Ксения Мукшинская. Существует множество вещей, которые облегчают жизнь мамы. Сегодня бы хотелось поговорить о нательных переносках. Некоторые мамочки считают, что использование таких приспособлений благотворно влияет даже на психику ребенка. Я ни с одним из своих детей не использовала ни слинги, ни кенгуру. И это при том, что каждый из моих троих детей не слезал с рук. Но почему-то я проигнорировала эти чудо-приспособления. Сейчас для мам проводят мастер-классы по использованию нательных переносок. К ним относятся эргономичные рюкзаки, слинги и кенгуру. Начнем с последних. Елена, больше всего о негативных отзывах о нательных переносках я начиталась про кенгуру. Я собрала у своих коллег мамочек все, что есть, но, как я понимаю, кенгуру здесь не оказалось. Вот никто у нас ими не пользуется. Кенгуру ребенок располагается абсолютно не физиологично. То есть ребеночек располагается вот в такой вот позе. Нагрузка вся у ребенка идет на промежности, на нижнюю часть позвоночника. Теоретически в кенгуру можно носить ребенка, которому уже можно сидеть. Но длительное ношение с опорой на промежность может привести к нежелательным последствиям. У меня была такая история, что я однажды в автобусе, и я заметила, что ребенок свистает, и у него синяя нога. Лилового цвета. Я стояла, и мне было так неловко подойти и сказать ей об этом, но я набралась сил, подхожу и говорю, у вас что-то не то с ногой ребенка. Она, ой, где? И она так начала разглядывать, ой, правда, начала что-то там ослаблять, потом она никак не могла бы это все исправить. Кенгуру не поддерживает позвоночник ребенка. Тело малыша, которое фактически висит в такой переноске, тянет маму вниз, а это вредно для ее спины. Эрго-рюкзак считается более удобным и безопасным приспособлением, но помещать в него можно ребенка весом не менее 8 килограммов. Как правило, детки дорастают к 6-7 месяцам до эрго-рюкзака. И вообще, при выборе эрго-рюкзака я всегда рекомендую родителям мерить конкретную модель эрго-рюкзака безопасной. Но эрго-рюкзак – это своеобразная форма, то есть для нее ребенок должен дорасти. То есть либо эрго-рюкзак может не подойти по конструкции маме, потому что ей некомфортно. Тогда на помощь приходят слинги, споры о которых не прекращаются на форумах мамочек. Приспособления бывают нескольких видов – слинг-шарп, май-слинг, слинг-скольцами, фастлинг и слинг-карман. У каждой из этих модификаций свои правила использования. Все зависит от модели какая, то есть она должна фиксировать и таз, и бедра, то есть до коленных суставов, чтобы ребенок, скажем так, находился не в сидячем положении, а не в висячем. Первые, может быть, три месяца там мама сама определяет, как она может носить, и как ей удобно, как малышу. А после трех месяцев, в принципе, можно уже из горизонтального положения переводить вертикально. Слингомама, инструкторы по слингоношению утверждают, что помещать ребенка в такую переноску можно уже на первом месяце жизни. Слинг можно начинать применять в любое время, вот абсолютно. То есть можно использовать его с рождения, единственное, что ребенок, если первый, то я мамочку рекомендую начинать через 2-3 недели, да, то есть в первой неделе мама привыкает к тому, как вообще ребенка носить на руках, да, без слинга, да, чтобы потом уже осваивать, ну, так скажем, новую переноску. Вот. Бывает, что ребенок активно и легко помещается в слинг и легко, так скажем, проходит привыкание. Бывает, что ребенку немножко нужно времени. Бывает такое, что дети иногда не отказываются в слинге? Бывает, тут тогда смотреть причину. То есть бывает такое, что ребенок начинает нервничать в слинге, допустим, от того, что мама резко убрала руки. То есть у нас же руки освободились, как правило, мама радостная, все. А ребенок начинает пугаться того, что руки пропали. Ребенок может испугаться и яркой расцветки, и неудобного размещения в слинге. Новорожденный в такой переноске должен располагаться так, чтобы ткань поддерживала шею, спину и попу. Слинг доходит до коленок, которые упираются в мамин живот. Чем старше малыш, тем больше расстояния между ним и мамой. Продемонстрировать правильную намотку слинга за 5 минут у нас не получится. За консультацией лучше обратиться к специалистам. Стоимость урока примерно 1000 рублей. После пары тренировок процесс будет занимать не больше минуты. А еще рекомендуют ребенка в слинг заматывать над кроватью, якобы, что все равно можно ребенку уродить. Ну, то все зависит от того, какую вы намотку делаете. При консультациях я обычно смотрю, как маме удобнее. То есть можно же в сидячем виде мотать, можно мотать вертикально, вот как я показывала, стоя. А до какого возраста можно носить ребенка в слинге? Ну, тут все зависит от ребенка и родителей. То есть если родители настолько активные, что они, допустим, едут в походы, то ребенка и в 4, и в 5 лет иногда носят в слинге. То есть слинг выдержит, слинг, в принципе, может выдержать практически взрослого. Лучше использовать приспособления, сшитые из специальной слинговой ткани. Их стоимость начинается от 2500 рублей. Помните, что носить ребенка в нательной конструкции стоит не более 3 часов. А после сделайте перерыв.